Добрый вечер в студии Роман Немов. В Петушинском районе Владимирской области с осени 2019 года работает региональное добровольческое общество. За столь короткий срок организаторам удалось победить в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина и выиграть целых два президентских гранта. Какие проекты реализует общество, насколько легко организовать НКО, как местные жители реагируют на подобные инициативы, здесь сейчас обсудим это с директором регионального добровольческого общества Павлом Шувняковым. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефонные студии 32 43 22 и 32 62 33. Код города 49 22. Павел, давайте в начале нашего с вами разговора выясним все подробности создания этого общества. Я объясню, почему хочется именно с этого начать. Потому что готовясь к эфиру, я вдруг поймал себя на мысли, что в принципе многие, в том числе возможно из наших зрителей, могут пройти вашим путем, также организовать вот такое некоммерческое общество и помогать людям, которые действительно во всех районах области нуждаются в помощи. Короткий такой вот путь от возникновения до победы в престижных конкурсах. Итак, откуда появилась идея и вокруг чего она тогда формировалась? Первое, что я могу сказать для того, чтобы достичь определенных целей, вот мы сейчас с детьми проводим различные тренинги и так далее, нужно две вещи. Это желание и здоровье. Если в данной концепции не будет хоть какой-то ценности, достичь ничего не получится. Но в основе здесь ждется здоровье, потому что если человек уже не здоров, его эмоциональное выгорание будет происходить все чаще и быстрее. И возможно и пропадет желание. Желание есть, задача сохранить здоровье. А что касается непосредственно идеи, то, наверное, мы все-таки, когда собирались командой, как физлица начали организовывать, нас заинтересовал вопрос в том, что люди-то уезжают постоянно куда-то, молодежь, школьники. Постоянно, то есть есть школы, три школы на территории города, военного городка одна, то есть в совокупности группы три школы. Это в Костерево. Это в Костерево, да. И молодежь у нас, люди уезжают, территория, то есть не развивается, инфраструктура изношена. Стал вопрос, как сделать так, чтобы приток возобновить школьников, молодежь, чтобы люди хотели приезжать сюда. И начал проводиться наш, скажем так, узким кругом анализ. Мы начали анализировать, составлять карту ресурсов. Безусловно, карта проблем есть на всех территориях. Как это изношена инфраструктура или вообще ее отсутствие, безусловно, играет ключевую роль люди, которые должны что-то делать. И поэтому наша была задача активизировать эти все процессы в обществе, то есть посредством создания различных площадок. То есть, пока мы были на период физлица, как организаторы, мы начали просто проводить ряд мероприятий. Потом через Дом НКО, благодаря Дому НКО, опять же, мы пришли туда просто инициативной группой, а выходим оттуда уже организацией и, в принципе, уже профессиональной. Ну, а что тогда была из идеи? То есть, вы, насколько я понимаю, задумались над тем, как мобилизовать ресурсы вот того вот небольшого района, той территории, в которой вы проживаете. И как делать так, чтобы там жизнь была удобнее, интереснее. Да, комфортнее. И у вас, насколько я понимаю, были разные направления. То есть, мы сегодня будем говорить о ваших социальных проектах больше. Но ведь не только вокруг них все это все крутилось. Ну, давайте говорить, что было тогда, это как бы в прошлом. На сегодняшний день мы, в принципе, у нас база осталась по направлениям. Это социально-экологически-спортивные. То есть, наша задача развивать территорию посредством создания различных площадок в соответствующих отраслях. И вот, собственно, да, из социального направления это вещевой фонд, проект Добрые вещи, спортивного, это спорт в городке. И экологическое это у нас мероприятие, и, соответственно, облагораживание территорий. По проекту мы планируем написать. Сейчас у нас уже в процессе, мы подали дозавание. Возвращаясь, да, вот к то, о чем мы говорим. Смотрите, то есть, была инициативная группа, да, скажем так. То есть, друзья, приятели, знакомые, задумались, решили, что можно сделать. Придумали несколько проектов, и потом вы обратились в дом НКО Владимирской области. Как вам помогли в доме НКО Владимирской области? В какой бы чаще программе вы приняли участие? Ну и самое главное, как это вам помогло затем в победе сразу в трех конкурсах? Вы знаете, когда мы объединились и решили что-то делать, мы, безусловно, начали выходить на диалог с администрацией города, с администрацией района. И у нас есть комитет по молодежной политике, то есть специалист по молодежной политике, он нам порекомендовал этот дом НКО, потому что у нас в районе есть еще СК «Боец», клуб, собственно, который регистрировал в доме НКО свою организацию. И нам сказали, ребят, если вы хотите расти и развиваться, то обращайтесь туда, вам помогут. Собственно, мы вышли на дом НКО, начали проходить различные тренинги, семинары по социальному проектированию, привлечению ресурсов и так далее. Там много было различных тренингов, направлений. Ну и, собственно, по, скажем так, мере прохождения стал возникать вопрос о создании организации, которая дает много возможностей для развития. Это, безусловно, привлечение ресурсов как с коммерческого, так и с некоммерческого сектора. Собственно, и вот организация была зарегистрирована, и у нас она со ноября, получается, или октября, я могу ошибаться, у меня просто цифр много в голове, она была зарегистрирована. И все, мы продолжили свой путь по проведению мероприятий. Через полгода уже написали проект, то есть, и выиграли. Ну, а вам там помогли, то есть, рассказали, как правильно, грамотно составить проект, да, как его презентировать. Полностью, я же говорю, соцпроектирование, это подразумевает. Это как раз так. Да, 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 именно вот эти тренинги соцпроектирования, команда образования, привлечения ресурсов, это отдельные блоки, именно уже по, вот, скажем так, по направлениям, как написать проект от А до Я, что для этого нужно. Безусловно, для проекта нужна команда, то есть, если не будет команды, это все бессмысленно. Как защитить проект потом, да, то есть? Отчеты и так далее, но проект должен быть рабочий, не раздутый бюджет и так далее. Есть свои нюансы, тут нужно изучать эти вопросы. Все в доме НКО? Это все в доме НКО, да. Давайте попробуем, вот, если можно коротко составить, вот, такой некий алгоритм для тех, кто хочет также, захочет создать тоже на своей территории какую-то общественную организацию, чтобы помогать, развивать, осуществлять какие-то благотворительные, добровольческие инициативы. Поэтапно, как и что вот нужно сделать? Ну, первое, я думаю, что человек должен определиться, что он хочет делать. Я думаю, что предпосылкой будет служить его мечта, его хобби, его интересы. Может быть, это спорт, или это образовательные какие-то направления, или это культура. Дальше, безусловно, начинать проводить ряд мероприятий по направлению. Если человек не хватает каких-то идей, может быть, он, в принципе, может. Опять же, у нас дом НКО, у нас есть при администрациях, то есть люди, которые отвечают за молодежную политику, они могут, в принципе, направить адресно к какой-то группе инициативной, или в районе, или в регионе, которая может поделиться соответствующим опытом. То есть было бы желание, вопрос. И, в принципе, а если вот технология такая, что, как это все сделать, начинается проводить мероприятия, создается организация, пишутся проекты. И, безусловно, дом НКО – это хорошая площадка, рабочая, я ее называю практическая, потому что она дает действительно очень хороший социальный выхлоп для нас, как вот для НКОшников. Она обучает практическим знаниям, эффективным, которые в краткосрочной, долгосрочной перспективе. Ну, потому что есть определенные законы, по которым действует НКО. Безусловно. Да, то есть есть определенные правила, все это в доме НКО. Безусловно. То есть получается коротко, ну, понятно, должна быть идея, должны быть неравнодушные люди. В любом случае нужно обратиться за какой-то помощью в органы власти, которые могут направить, подсказать, что нуждается или как. И дом НКО, то есть это вот, если хочешь этим заниматься, дом НКО – это обязательный пункт, без которого нельзя проводить. Правильно я понимаю? Я думаю, что да. Для начала, чтобы человек вообще понимал, как двигаться, куда двигаться. Безусловно, это органы власти, да, вы правильно сказали, дом НКО. Ну и, конечно же, те группы или коммерческие организации, которые могут и готовы поддержать данную идею. В принципе, а там уже зависит, безусловно, команда. Ну, понятно. Региональное добровольческое общество сейчас – это вы с вашей женой Олесей и волонтеры. Кто помогает в реализации проектов, привлекает ли вы к работе молодежь? Кто вообще сейчас этим всем занимается в Костереве у вас? Ну, вообще у нас, как сказать, в команду сейчас уже входят и, в принципе, даже школьники. Потому что у нас было выиграно в рамках региональных субсидий «Важное дело» проект «Школа актива добровольцев», где мы на базе храма в городе Костерево, Крестово-Движенского храма, в Духовно-Просветительском центре, которые собирали молодежь и просвещали, рассказывали им о добровольчестве, как создавать свою команду. То есть эти люди прошли несколько ступеней. Они сейчас уже не просто добровольцы, они уже являются кураторами и уже на какие-то мероприятия выдвигаются самостоятельно. То есть у вас, получается, это как бы настоящее добровольческое движение? Ну, движение, да. Можно так сказать. И, опять же, что касается добровольцев, ну и мы сами лично, и я сам лично также являюсь и как учредителем, и директором, и также добровольцем. Я также, если надо, переодеваюсь, беру молоток, лопату и также наравне с ребятами все это делаю, потому что личный пример, он обязателен. Что касается команды, то у нас разновозрастная команда, группа. Это школьники, начиная от 12 лет, и, в принципе, даже до 60 лет у нас есть люди, которые приходят и помогают. То есть объединены вот этой идеей регионального добровольческого общества? Они просто видят, что мы делаем на территории, они видят, какую мы пользу несем, и поэтому по мере силы своих возможностей они подключаются и помогают. У нас вот на сегодняшний день в районе 15 человек, это у нас школьники и молодежь, активные на костях, скажем так, и около 10 человек, это старшего поколения люди, которые периодически помогают, потому что все-таки кто-то на пенсии, кто-то подрабатывает и так далее, но, тем не менее, люди помогают, приходят и, собственно... Ну, это все равно большое такое сообщество, можно так сказать. Ну, пока еще небольшое, но... Ну, смотря с чем сравнивали, понимаете? Ну, согласен, да, с вами. А как вы думаете, а вообще, что движет теми людьми, которые решают заняться волонтерством? Вот ваши помощники, как вы думаете, по каким причинам присоединились к вам? Непростой вопрос. Непростой вопрос. Ну, вы же разговариваете с ним, общаетесь? В любом случае. Почему там, ну, почему школьник пришел? То есть, почему ему интересно помогать там? Ну, может быть, какие-то есть личные истории? Тут, как говорится, единственное многообразие, да? Кто-то приходит, потому что у него есть внутреннее психологическое какое-то побуждение к этому. Ну, вот, может быть, альтруистическая, да, скажем, такая жилка, которая позволяет ему, в принципе, прийти, не стесняться и что-то делать. А кто-то приходит для самоопределения, хочет в будущем, да, найти свою будущую какую-то профессию. И, соответственно, через добровольчество он пробует себя в различных направлениях. Почему? И мы начали делать несколько направлений. То есть, наша технология такая, что мы создаем некие там площадки, где ребята участвуют в добровольчестве. С возрастом они самоопределяются. Я понимаю. И уже выбирают себе будущую профессию. Тут уже накладывается как бы профессиональная площадка, ну, или проект, скажем так. И плюс есть дети, которые приходят, заняться нечем. У нас действительно проблематично с этим в городе. То есть, у нас есть площадки, там, спортивные, борьба, у нас есть там, теннис. Но разнообразие... Это же для всех? Это для всех, но много же людей, скажем так, 9 тысяч, разной потребности. Значит, у вас интересно. Давайте поговорим о ваших интересных проектах. Об одном из них у нас есть небольшой сюжет. Я предлагаю его посмотреть, а затем продолжить наш разговор в прямом эфире. Проект «Вещевой фонд Петушинского района Владимирской области» за неполных полгода собрал более тонны вещей. Около 200 человек принесли одежду и обувь для нуждающихся, которые могут посещать фонд по определенному графику и выбирать обновки для себя и своих детей. Но организаторы проекта ввели правило, по которому количество вещей на одну семью ограничено. Это сделано из рациональных соображений. Мы можем многих понять, что хочется обновить свой гардероб почаще, взять побольше вещей. Но правило есть правило, и нужно придерживать вообще правила в жизни, всё в меру. Зачем захламлять свой гардероб, гардероб своего ребёнка, когда вы даже не оденете всю эту вещь, потому что я просто хочу, чтобы она была. Нет. Фонд и его волонтёры также выезжают в отдалённые деревни Петушинского района, чтобы помочь как можно большему количеству жителей. Волонтёры фонда уже охватили шесть сельских поселений. Более 300 человек там получили помощь. График работы и выездов вещевого фонда можно найти на его страницах в социальных сетях. Это программа «Здесь, сейчас». Меня зовут Роман Немов. Мы в прямом эфире с Павлом Шевняком говорим о том, как в Хастерёве, в Петушинском районе, люди неравнодушные организовали добровольческое общество и помогают людям. Вещевой фонд. Я правильно понимаю, это один из проектов, который победил в конкурсе Патанина? Фонда президентских грантов. Это как раз Патанина, это будет чуть позже. Добрый вещь, да. Коротко о его структуре. То есть, как он устроен? Сбор. Ну, если коротко, сбор, сортировка, хранение и выдача вещей. Есть вещи, кто нуждается. Вернее, есть люди, которые нуждаются в вещах. Есть люди, которым не нужны вещи. Собственно, мы просто объединили. То есть, чтобы, ну, просто такое, вроде бы казалось, простое связующее звено, между тем, кто мог бы выбросить это все. Да, просто надо было организовать эту процедуру, чтобы и люди не загрязняли окружающую среду, приносили вещи, потому что действительно очень много приносят вещей пригодных для носки, новых вещей. Поэтому, ну, купили вещь, там, маленькая или, там, я не знаю. Да, всякое бывает. То есть, действительно, есть люди, которые нуждаются в них. Я понял, что прописывая вот этот проект, да, для фонда президентских грантов, вы туда включили, что будете вот эти вещи, которые соберете, да, развозить. Да, то есть, вы развозили их по отдаленным деревням, да, своего района. Насколько это вообще было востребовано? Понимаете, проблема в том, что это было востребовано, но была проблема одна. Это ситуация вот с ковидом, собственно, поэтому люди боялись приходить. Но мы все равно, было бы желание, мы нашли лазеечку, мы оставляли там, и люди по одному-два человека, чтобы не заражать, не заболеть и так далее, они все равно приходили, да. Да, понятно, что показатели количественные у нас оказались меньше, нежели как мы планировали, ну, и в связи вот с эпидемией. Но, в принципе, за вот этот вот период более 300 человек, то есть, получили вещи. Получили помощь. Получили помощь, да. Это разнообразные вещи, насколько я понимаю. Абсолютно. Как вот обратная связь, там, не знаю, вас уже знают, насколько я понимаю, в районе, да, то есть, узнали за это короткое время, ждут, наверное, там, ну... Да, да, есть. В чем нуждается, то есть, ну, там, не знаю, какие вещи приоритеты, там, обувь, условно говоря, там, теплые вещи. Вы знаете, вся, потому что разные семьи, есть и детки, и мальчики, и девочки, и пожилые люди, которые действительно приходили, то есть, там, в рубахе, а уходили в куртке, одеты. Ну, приятно смотреть. Даже так? Даже так, да. Были бабушки, которые вот одни, и она пришла рваной в каком-то там пиджаке, в итоге одела почти новые там или новые сапоги, там, куртка хорошая, шапка, шарф, то есть, варюшки полностью, и она ушла. Были уже морозы. То есть, действительно, больно смотреть на то, что происходит, да, в удаленных территориях. Приятно, да. Приятно, да. Помогать. А вы помогаете социально незащищенным, да, группам населения, то есть, это пенсионеры одинокие, это многодетные семьи, которые нуждаются, может быть, там... Нуждающиеся, да. Вообще, в принципе, нуждающиеся люди, которые, может быть, материальные... Это основные... Это основные, да? ...целевые группы, но в любом случае к нам могут прийти любые люди, которые, в принципе, могут взять, выбрать любую вещь, потому что... То есть, вы в кошелек не заглядываете, да, что называется? Нет, а зачем? Ну, понятно. То есть, взаимопомощь должна быть в обществе, ну, а зачем покупать какую-то вещь, если, в принципе, есть какая-то новая вещь, ее можно взять, или, ну, там, коляски, кроватки приносят. То есть, зачем покупать кроватку, допустим, или коляску новую, когда родители год-два попользовались, отдали практически новую коляску. То есть, вот в этом вашем вещевом фонде просто вот такой происходит постоянный сбор и раздача вещей, и каждая вещь, ну, находится к конечному... Да, да, благодаря администрации, которая выделила помещение, плюс подсобное помещение... Да, это немаловажно. Да, 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 выделили безвозмездное пользование, и вот благодаря вот подсобному помещению у нас сейчас есть возможность складировать это все, перебирать, то есть сортировку... Вы не считали, сколько вы, там, не знаю, тонн переводили всего? Ну, я думаю, больше трех, потому что там по городу Косерева у нас больше тонны вышло, а был дополнительно разработан проект «Добрые вещи». Когда мы начали ездить по району, и у людей потребность была в вещах, мы не покрывали их потребности, потому что были у нас там ряд заявок еще, то есть понимать, как в виде обратной связи, что нужно делать и так далее. И плюс, скажем так, в личном диалоге, то есть мы тоже спрашивали, записывали, что необходимо и что нужно, и на следующий раз мы приезжали, потому что в некоторое поселение приезжали по два, по три раза. Я понимаю. Смотрите, «Добрые вещи» — это такое, как логичное продолжение вещевого фонда, получается, дополнение к нему, да? И здесь вы уже собираете вещи не только в Костереве, а вообще по Петушинскому району. Я смотрел, там наткнулся, когда к эфиру готовился, там реклама в Ольгинском вы собирали, в Покрове собирали, да, там, то есть, ну, несколько точек, площадок, да, то есть, что это за проект? У нас, сейчас поправлю, тут, получается, у нас и были вещевые сборы в рамках проекта фонда президентских грантов, а «Добрые вещи» — это как бы дополнительный проект был разработан для того, чтобы покрыть те потребности людей, которые живут в отдаленных населениях. Потому что Костерево — город, он небольшой, и, в принципе, тот объем вещей, которые приносили, их не хватало для людей. Поэтому, собственно, «Добрые вещи» — проект позволил, мы вот в Ольгинском были и в Петушках несколько раз восполнить именно тот объем вещей. Вот этот проект «Добрые вещи» победил как раз… Фонд Владимира Потанина, да. А что там, то есть, вы организовали какие-то пункты сбора, да, то есть, там, какие-то контейнеры поставили, там, рекламу какую-то разместили. А как, кстати, вот, там, местные средства массовой информации, там, какие-то вот, ну, не знаю, площадки, как идут навстречу? То есть, понятно, что вы же не можете, ну, собственно говоря, там, оплачивать аренду какую-то дорогостоящую, да, там, отклик какой идет в этом отношении? Что касается органов власти, безусловно, средства массовой информации идут навстречу, помогают, то есть, мы, в принципе, запускали всю эту компанию через средства массовой информации. И дополнительно, это адресная была, как бы, расклейка объявлений по подъездам. Но мы даже экспериментировали, для нас это тоже маленькие, знаете, исследования, что лучше, какой инструмент лучше работает. И вы знаете, вот, что касается поселка Вольгинского, допустим, впечатлили нам, ну, как бы, результаты, которые были там проведены, скажем так, по информационной кампании. Потому что, да, вообще мощно. А вы какие-то требования к вещам, которые приносят, предъявляете? То есть, ну, что это должно быть вообще? Мы знаете, как говорим своими словами, чтобы пригодные, вот, что бы вы бы одели, то и принесите. Но в любом случае, тут очень есть интересный момент. Олеся, вот моя супруга, она говорит, ну, много приносят вещей непригодных носки. Грязные, порванные и так далее. Все равно люди потом избавляются от вещей, которым могут гадания, в кладовках лежать и так далее. Им надо избавиться. Что с ними делать? Загрязнять окружающую среду? И вот, соответственно, была идея, что найти какой-то перерабатывающий завод, в котором можно было бы задавать те вещи. И, опять же, благодаря Дому НКО, то есть, с Елизаветой Николаевной, да, созвонились. То есть, мы нашли, да, Елизавета Николаевна предоставила контакты соответствующего завода в Ивановской области. И вот сейчас машина приезжает сама и забирает, да, то есть... Не, ну, это хорошо, это классно, это классно. То есть, у вас социально-экологический получается проект. Проект, да. Смотрите, вот сейчас уже почти сколько, получается, прошло год, можно сказать? Полтора, наверное. Полтора года, вот, да, с начала работы. Вы уже сформировали какие-то свои впечатления от того, как на ваш призыв откликнулись местные жители? Вы ожидали такую активность или ожидали меньшую? Или не ожидали вообще никакой активности? То есть, помощь жителей Петрушинского района произошла? Ваши ожидания? Я думаю, что не ожидали, что так будет происходить. То есть, по-хорошему удивились, я понимаю. Ну, динамика присутствует в организации, это очень важно. И, в принципе, в любом случае тоже такой есть психологический момент. Люди, даже если хотят вступить в определенные ряды, они все равно будут присматриваться какое-то время. То есть, будут они присматриваться, они будут смотреть, какие результаты есть у организации, можно ли им доверять своего ребенка. Я не говорю про волонтеров, я говорю вообще про людей. Вообще про людей. Как будто как откликнулись. Нет, я про это и говорю. То есть, что касается людей. И вот в социальном направлении, в вещевом фонде, то есть, люди приносили. Вот сейчас у нас спортивное направление. Тут как бы сложнее. Мы сейчас об этом поговорим. Я прежде хочу задать один вопрос, вот коротко. Вы сейчас, вот, чего больше всего не хватает? Я так понял, руки есть, да, то есть, те, кто помогает сортировать, кто помогает там вещи собирать, там, помещение есть, СМИ идут навстречу, там, дают какую-то определенную рекламу. Не хватает чего? Все говорят, деньги нужны. Я согласен, что деньги – это ресурсы и так далее. Но, честно сказать, определяют политику, экономику люди. То есть, все-таки люди. Люди. Я понял. С интеллектом, с физикой, с душой, с человечностью, скажем так, которые готовы не просто приходить доброволись, как бы просто, а которые готовы еще брать на себя какие-то обязательства, ответственности, чтобы их можно было в роли организатора. Третий проект, о котором вы уже несколько раз упомянули сегодня, называется «Спорт в городке». Он видится мне лично самым амбициозным и, насколько я понимаю, самым сложным. Вы хотите открыть спортзал для жителей Костерева? Давайте посмотрим небольшую короткую справку об этом, потом продолжим наш разговор. В поселке Костерева-1 появится спортивный центр. Заниматься в нем смогут дети и подростки, причем абсолютно бесплатно. Там будут работать секции по боксу, рукопашному бою и греко-римской борьбе. Для девочек откроют свое направление – художественную гимнастику. Авторы проекта планируют вдобавок обустроить тренажерный зал и закупить настольный хоккей. Это позволит проводить на базе центра областные турниры. Также здесь обустроят каворкинг-зону, где будут собирать молодежь, проводить тренинги и мастер-классы. Эта программа «Здесь сейчас». Меня зовут Роман Немов. У нас сегодня в гостях Павел Шевнюк. Мы говорим о добровольчестве в Владимирской области. Павел, на каком этапе находится сейчас вот этот проект «Спорт в городке»? Вы же сами делаете ремонт, да? Правильно я понимаю. Кто на помощь уже пришел? Какие профессии, помимо штукатуры, эмаляра уже освоили? Практически все. Осталась только электрика, наверное, и установка пожарной безопасности. У нас, в принципе, почти готово. Осталось буквально покрасить все. Вот сегодня ребята тоже доделали. И все, покраска у нас, электрика провести, электричество, соответственно, и пожарная установка безопасности. И все. То есть мы уже приступаем к закупке оборудования и монтаж этого оборудования и, собственно, все. Вы укладываете все смету, все там, сроки, да? Вы знаете, цены подскочили. Ну вот я почему и спрашиваю, да? Будем переигрывать. Ну, опять же, у нас, вот Федор Евгеньевич Митлин, он у нас директор Олимпийца, помогает, допустим, вот сейчас выделил нам маты. То есть он сам тренер по греко-римской борьбе и, соответственно, он выделил нам маты, которые мы планировали покупать. То есть вот эти средства мы хотим просто действительно перераспределить, потому что повышены цены и уже закупить соответствующий оборот. Называется спорт в городке, ну, исходя даже из того, что мы сейчас слышали, это не только спорт. Там будет и патриотический какая-то, и какой-то направленности, и, ну, опять возвращаясь к тому, о чем вы говорили. Просто чтобы было интересно молодежи в городе, да? Потому что это бесплатно же будет, правильно я понимаю? Это бесплатно, да. В рамках проекта, да. Дальше в любом случае нужно понимать, как содержать все-таки коммунальные услуги и так далее. Ну, это тоже такой вопрос, я думаю, добровольные пожертвования или еще что-то, потому что действительно ресурсов очень много закладывается. В рамках проекта, конечно, да, бесплатно для молодежи. Но мы, опять же, разрабатываем инструмент такой, вы знаете, просто если люди будут приходить, участвовать, это тоже как бы роли не сыграет. Потому что некое халатное отношение все равно происходит. Все-таки-то, когда люди приходят, что-то делают, участвуют в добровольстве, своими руками и бесплатно занимаются, вот это, конечно, интересно. В дальнейшем хотелось бы выработать такой механизм, потому что это некая система поощрений для добровольцев нематериального характера, в которой включены и экскурсии различные, встречи. То есть, ну, для молодежи важны какие-то еще трюсовки неформального характера. А сам, что касается проекта «Спорт в городке», нет, это чисто конкретно направление спорта. Я понял. Региональное добровольческое общество все равно это не только сбор вещей, ремонт в спортзале, вы стремитесь развивать свою территорию, в общем-то, с чего все это начиналось. Что вы еще делаете? Увидел в группе ВКонтакте, вы проводили публичное выступление, да, то есть там проверяли то, как человек себя держит с микрофоном, организовывали встречу. Какие еще проекты и идеи у вас есть? То есть, если коротко буквально, о будущем, что ли? Ну, я говорю, вот если у нас образовательный... Какой ближайший проект у вас сейчас? Не будем пока делить шкуру неубитого медведя. В любом случае, развитие добровольчества, если в общем об этом говорить, то есть технология такая, что мы создаем площадки, формируем добровольческое сообщество, накладывая на это профориционную тему, дети, которые участвуют, определяются с выбором профессии, и для них уже добровольчество будет интересно, но не настолько профессионально. Тут уже, если касается будущей профессии, то детям и школьникам, молодежи важно все-таки получать профессиональные компетенции и развивать навыки. Поэтому задача, конечно, запустить это все и чтобы это работало. Проект вот у нас еще направление, это образовательного характера, школа актива добровольцев. Я говорил, важное дело, региональные субсидии выиграли. В принципе, по мероприятиям, по проектам у нас пока все. Ждем сейчас результатов. Этого немало, хочу сказать, тем более для такой небольшой, но сплоченной команды. Этого немало. Павел, спасибо большое, что нашли время, приехали и смогли рассказать о том, что вы делаете. И особенно приятно отметить, что здорово, когда появляются на местах люди неравнодушные к тому, что происходит у них, что называется, по соседству. Гостем программы здесь сейчас был директор регионального добровольческого общества Павел Шевнюк. Завтра в прямом эфире поговорим о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. С вами был Роман Немов. Желаю всем хорошего вечера. До новых встреч в эфире.